Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире «Формула права», с вами я, Анастасия Ибрайчева, и мы обсуждаем сегодня тему, которую обозначили следующим образом. Плюсы и минусы закона 214 ФЗ. Сейчас поясню, что это закон. За закон мы будем говорить о таком нормативном акте, который называется «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Там немного более длинное название, но я не буду его уже полностью называть, дабы наших слушателей не путать. Мы поговорим о том, как покупаются новостройки, по каким нормативным актам покупаются новостройки в нашей стране. Уже далеко не один год, уже порядка, наверное, четырех или пяти лет. Меня сейчас коллеги и эксперты поправят, а я сразу скажу, что в студии у меня сегодня мой коллега Андрей Комиссаров, адвокат, и Софья Лебедева, генеральный директор компании «Мель новостройки». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А вот, коллеги, первый вопрос, и для наших слушателей, мне кажется, тоже это будет, наверное, наиболее правильно. В какой ситуации мы можем применять вот этот так называемый 214 ФЗ закон? То есть на какие виды недвижимости новой распространяется данный закон? Следуя из названий, в принципе, из первой статьи этого закона мы говорим, что это многоквартирные дома и иные объекты. Вот о чем здесь идет речь? Когда мы его применяем? Когда мы должны требовать от застройщика, чтобы у нас был соответствующий договор долевого участия? В первую очередь, договор долевого участия должен быть в многоквартирных домах, то есть большие дома. В первую очередь, он, скажем так, призван защищать людей от двойных продаж. Вот самая главная задача вот этого закона – двойные продажи исключить. Все? Кроме многоквартирных домов ни к чему больше не применяем? Или применяем? Применяется малоэтажное строительство в большей степени, одноэтажные дома, отдельное строительство. Я сейчас поясню вопрос, я вижу, что Софья уже тоже хочет сказать. Андрей, прошу прощения, что перебила. Дело в том, что понятно, что договор долевого участия можно заключить когда угодно. Когда себя на дачном участке вместе, я не знаю, с тещей или со свекровью строим гараж, условно говоря. Но меня больше даже волнует сейчас вопрос, и мне хотелось бы для наших слушателей озвучить, когда этот закон обязательно должен работать. То есть все знают, мне кажется, что даже те, кто не покупал в последние годы недвижимость, все точно знают, слышали уже, каким образом продавалось раньше, и продаются сейчас некоторые уже, правда, объекты недвижимости, предварительные договоры, дальше идут вексельные схемы, какие угодно, все что угодно. Ну, просто договор купли-продажи. В какой ситуации мы должны требовать у продавца, если это не многоквартирный дом? Про многоквартирный дом Андрей сейчас нам пояснил, что всегда, в любой ситуации нет исключений. А если мы говорим о так называемых таунхаусах, коттеджах, индивидуальных жилых домах, есть сейчас масса форм, дуплексы, я не знаю, что-то еще, квадрохаусы, ну, кто уже как что называет, но тем не менее один дом на одного, на две семьи, на четыре, на шесть, на десять, не более десяти, это у нас уже таунхаусы. Вот в этих ситуациях можем ли мы и должны ли мы требовать у застройщика, я вообще обращаю внимание на то, как он продает, 214 ФЗ или нет? Вот, Софья, вы как считаете? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что с 2005 года действительно с двойными продажами проблема практически решена, да, за счет государственной регистрации договоров. Это, наверное, единственная проблема, которая решена по защите дольщиков, так вот радикально, потому что все изменения, которые происходят и вплоть до следующего года, да, которые активно будут вводиться, они тоже, в общем-то, направлены, прежде всего, на защиту дольщиков. Но об этом мы, наверное, чуть позже поговорим. А сейчас вот про многоквартирные дома, да, действительно, квартиры в многоквартирных домах, да, вот такая тавтология, действительно, должны продаваться, если речь идет о строящемся, конечно, доме, исключительно по 214 ФЗ. Но сразу говорю об исключениях. Речь идет о квартирах, о нежилые помещениях. Лофт-апартаменты, да, сейчас? Речь идет о помещении, машина, места, да, потому что очень распространенная практика, когда дольщик, уже привыкший, что он приобретает квартиру по 214 на основании ДДУ, да, так называемого, он требует от застройщика продажи машины места. Большинство застройщиков именно идут на эту меру, потому что это, скажем так, привлекательно для потребителя, там более понятные уже выстроенные условия договора, но тем не менее требовать от застройщика, например, продажи машины места исключительно по договору долевого участия, это, ну, скажем так, неправомерно. Прекрасно работает договор соинвестирования, да, если там все четко прописано, и в отношении, например, машины места или нежилого помещения в той же многоквартирке. Что касается дуплексов, квадра, там, чего угодно, таунов, да, тауны очень вошли в обиход, да, дуплексы в меньшей степени, их просто меньше по объему. Ну, идея на этаже, один дом на несколько, не на одного. Да, на самом деле это все равно та же многоквартирка, потому что, что такое таунхаус, да, это всего лишь несколько другая конфигурация малоэтажного многоквартирного дома. Поэтому это 214-й, и это однозначно, да, единственный такой легальный путь. То есть в отношении индивидуальных домов, да, ну, мы сразу вот уже тут сказали о том, что 214-й работает на многоквартирный дом. Если это индивидуальный дом, то здесь возникают, собственно, разные нюансы, которые прежде всего ориентируют и покупателя, и продавца, либо на договорку при продаже, да, по нему тоже различные изменения сейчас регистрации, с отложенной, да, то есть если это раньше было четко только после регистрации, есть теперь различные варианты, ну, вот юристы могут, наверное, об этом... Мы сейчас Андрея расспросим. Да, об этом много интересно разговаривать. Вот, поэтому вот в общих словах, наверное, так. И в отношении тех же многоквартирок, малоэтажек, да, потому что та же Новая Москва еще совсем недавно для нас казалось, вот, что это загород, по крайней мере, Подмосковье, а теперь это уже, да, округа Москвы, тем не менее, малоэтажка, малоэтажка там и два, и три этажа бывают, да, и те же доплексы, она тоже реализуется исключительно, ну, если это говорить о легитимной схеме, по 214-му закону. У меня сразу вопрос, и я думаю, что этот вопрос я Андрею сейчас обращу по поводу легитимной схемы. Вот такая фраза от вас, Софья, прозвучала. Легитимная схема. Если мы имеем некое строение, которое рассчитано более чем на одну семью, условно говоря, и имеет более чем одну квартиру, то есть не индивидуальный жилой дом, но при этом у нас застройщик продает его не по 214-му ФЗ, то есть схема, тогда, если пользоваться вашей терминологией, Софья, нелегитимна. Вот, Андрей, к чему это может привести? Очень много таких вот как раз по многоквартирным домам внутри города, мне кажется, да и не только внутри города уже, мне кажется, вообще везде особых проблем нет, уже все перешли на этот 214-й. ФЗ, а вот что касается условно загородной недвижимости, ну, Новая Москва тоже некогда загородная недвижимость, тем не менее, вот такие малоэтажные дома, другая конфигурация. Вот если там по другой схеме продаются застройщикам эти объекты, это чем-то грозит в первую очередь покупателю? Ну, давайте определимся, что 214 ФЗ, он может гарантировать только исключение двойных продаж. Все остальное, что может быть застройщиком, это банкротство, может быть какие-то другие ситуации, то же самое... А нужен ли он нам вообще, условно говоря, да? Ведь есть, я извиняюсь, перебила сейчас, но в то время, когда не было 214 ФЗ, как раз для того, чтобы исключить вот такие варианты, о которых мы говорим, двойные продажи, нередко застройщики обращались к неким абстрактным третьим лицам, как депозитариям только таким вот условным, да, и там регистрировали как бы свои продажи для того, чтобы показать потребителю, ну, что нет вот этой двойной продажи. Неужели только на это у нас целый закон, и вот 7 лет, 8 лет его... Ну, давайте так вот определимся. 214 ФЗ, он, в принципе, увеличивает стоимость жилья. Это понятно. Почему? Потому что раньше было, как собирают строители деньги с дольщиков, соответственно, дальше выкупают землю, оформляют документы и прочее, прочее. Сейчас они могут, согласно закона, собирать деньги, регистрировать, только после того, как оформлены документы, оформлены документы на землю, оформлены документы на строительство, то есть это увеличивает стоимость. Соответственно, люди, которые хотят купить какую-либо недвижимость, естественно, они выбирают цена, качество. И в первую очередь, в первую очередь, люди, которые рассматривают вопрос, и потом приходят и говорят, у нас какие-то проблемы были, они говорят, да, вот мы выбрали, потому что здесь дешевле. Вот здесь вот, скажем, недобросовестные застройщики могут как-то варьировать. Да, они могут говорить о том, что по 214 закону мы должны сначала зарегистрировать договор, после этого принимать деньги, но часто случаи, когда до регистрации, до регистрации деньги все равно принимаются. Либо когда застройщик собирает некий пакет документов, там 10, 20, 30 дольщиков, и после этого несет в регистрацию. Но в это же время, в это же время он собирает деньги, да, в принципе, это незаконно. Но это очень часто встречается на практике. Ну вот смотрите, Андрей, мне бы хотелось нашим слушателям, чтобы мы все рассказали, чем это грозит для них. В первую очередь, я думаю, что сейчас мы выслушаем новости, две минуты буквально вернемся в эфир. А нашим слушателям я напомню, что мы обсуждаем тему плюсы и минусы закона 214 ФЗ, это об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Через две минуты возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему плюсы и минусы 214 ФЗ, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Я напомню, что у меня в студии сегодня эксперты Андрей Комиссаров, адвокат, и Софья Лебедева, генеральный директор компании Мельного стройки. Андрей, вот до новостей мы с вами как раз обсуждали, что, с одной стороны, 214 вот этот закон, который мы обсуждаем сегодня, он увеличивает стоимость жилья, и велик в некоторых ситуациях соблазн не использовать этот закон. И если в вопросах многоквартирных домов это, наверное, уже сложнее, может быть, нам Софья чуть попозже расскажет, насколько это возможно, то все, что касается малоэтажного строительства, мы обсуждали так называемые таунхаусы, дуплексы, квадрохаусы, все кроме индивидуальных жилых домов. В этой ситуации еще не совсем привычно нам использование 214 закона. Далеко не все застройщики его реально используют. И мне вот такой вопрос хотелось бы вам задать. Андрей, скажите, пожалуйста, если реализуется, ну, допустим, тот же самый таунхаус, достаточно популярная сейчас форма, реализуется не по 214 закону. Допустим, по предварительным договорам, по договору купли-продажи, который сейчас тоже позволяет некие вещи делать, которые раньше невозможно было на момент принятия этого закона. А вот этот другой договор, который покупатель заключит застройщикам, этот другой договор, он будет, например, недействительным? Можно ли в какой-то момент повернуть все вспять, а деньги уже приняты по нему? Вот как в этой ситуации? Ну, давайте так определимся. Недействительный договор определяет суд. Вот. Это первый момент. Ну, не всегда. Это и оспоримый договор, ничтожный договор, но с самого начала ничтожный. Это если мы будем говорить о теории. Но, тем не менее, пусть даже через суд, если уже говорить о более понятных нашим слушателям вещах. Ну, вот когда мы объясняем нашим доверителям ситуацию подобную этой, мы говорим так, что да, давайте определимся. Вот сегодня вы пошли в суд. Практика судов показывает, что вы добьетесь решения суда, которое будет вступить в законы силы, но не менее, чем через полгода. Давайте определимся. Вот на 1 января 2013 года сколько стоит недвижимость, сколько будет стоить недвижимость, в лучшем случае, через полгода. То есть люди все равно теряют свои деньги. Если на 1 января этого года они могли купить двухкомнатную квартиру, то когда они назад получат свои деньги... Я бы сказала даже, извините, Андрей, а если они назад получают свои деньги, потому что тут разные моменты бывают, да, с взысканиями? Ну, мы говорим, мы определились в лучший вариант, самое быстрое время и то, что деньги назад получили. Ну, это вот первый момент. Второй момент. Все-таки 214 закон, он четко предписывает и обязывает застройщика оформлять документы на землю. Мы столкнулись в своей практике с тем, что был построен прекрасный дом для прекрасных дольщиков, все очень хорошо, даже они зарегистрировали права, за исключением того, что застройщик залез на 93% на чужую территорию. А как они права зарегистрировали? У меня вопрос такой даже вырвался, я бы сказала. Как так получилось? Вы знаете, в практике существует многое. Мы даже сталкивались с тем, что мы видели от застройщика документы, свидетельствующие на право ввод в эксплуатацию объекта, хотя в государственных структурах выдавали справку, что этот документ не выдавался. То есть, ну, это возможно в нашем законодательстве, нашим застройщикам это возможно все. Вот я еще раз говорю, ситуация очень простая. Одно дело, когда мы имеем обязанность зарегистрировать документы на землю, ну, как минимум, на чем надо строить. Другое дело, когда дом построен, но чужая земля. Это сплошь и рядом. Это может быть либо умышленно, либо это может быть какие-то, скажем так, некие изменения в кадастровых съемках на местности. Почему? Потому что мы столкнулись то, что в городе, да, что-то с кадастром еще хорошо, в области есть такое понятие, как мы столкнулись наложение координат. То есть, одна и та же земля, вот она вот здесь, вот ее кулышками обозначено, по-другому, снимая кадастр, она немножко, скажем так, отодвинута. Вот, в принципе, в принципе, все правы только вот по одному документу есть, а у другого человека есть документы, то, что недвижимость построена на его земле. Все-таки давайте кратко ответим нашим слушателям. И хочется к следующему вопросу уже перейти. Если вдруг продано имущество или заключен договор в многоквартирном доме, неважно, таунхаус или высокий дом, не по 214 ФЗ, это чем-то грозит покупателю? Вот мы говорим о том, что 214 ФЗ у нас, по сути, защищает только от двойных продаж, и плюс еще есть все-таки закон, который предписывает в определенной форме и именно определенные договоры заключается. Если у нас не ДДУ, не договор долевого участия в строительстве, если у нас другой договор, чем это опасно? И опасно ли покупателю? Здесь надо еще говорить, что все-таки 214 предполагает три совершенно законные схемы. Мы об этом вот спорили. То есть прежде всего, и самая распространенная форма по понятным причинам, это как раз договор долевого участия. Есть еще две совершенно законные схемы, это ЖСК и жилищные сертификаты. Тема ЖСК, между прочим, для покупателей тоже очень важна. Нужно в ней разбираться, там много тонкостей, но тем не менее, недвижимость, строящаяся, реализуемая по ЖСК, она точно так же продается на законных основаниях. И успешный есть проект, и наша компания реализует, и они все достраиваются, и совершенно без всяких проблем. Нужно тоже понимать, просто что это за ЖСК, каковы его документы, каков договор на потом приобретение недвижимости. То есть это все очень важно. И сразу хочу сказать о том, что есть в той же Новой Москве мультиформатные поселки, где есть и многоквартирка, малоэтажка, и таунхаусы, о которых мы уже говорили. Индивидуальные. И совершенно нормально, когда застройщик применяет, скажем так, комбинированные схемы. То есть 214-й – это многоквартирка, таунхаусы, это, соответственно, долевое участие и договор, а индивидуальный дом продается по договору купли-продажи. При этом предварительный договор купли-продажи в данном случае не считается какой-то там ущербной или незаконной схемой. Точно так же в Гражданском кодексе существует предварительный договор по продаже недвижимости. Вопрос только расходования этих денег, потому что по предварительному договору оплата в счет будущей недвижимости, тем более расходования этих денежных средств, точно так же невозможны, как и при договоре долевого участия. Вот это надо не забывать и оценивать все эти риски именно с точки зрения, как оплачиваются денежные средства. Потому что если даже по договору долевого участия, а мы все прекрасно знаем, что до государственной регистрации прием от граждан денежных средств просто законом запрещен, не говоря уже о нецелевом расходовании, то здесь нужно обратить внимание, что схема с аккредитивом, она вполне рабочая, вполне законная и защищает во многом дольщиков, потому что денежные средства платятся совершенно понятно, где они находятся в банке и сохраняются до момента государственной регистрации. Почему это делается? К сожалению, несмотря на то, что действительно у нас огромное количество дольщиков измеряется тысячами, сотнями объектов, тем не менее застройщик уже в новом формате, он тоже подвержен определенным рискам, и поэтому есть такие дольщики, которые затягивают с оплатой первого платежа после регистрации договора долевого участия. И если этот объект востребован, то есть там совершенно бывают такие объекты, когда стоят очереди, листы ожиданий, то совершенно нормально, если применяется аккредитивная схема. Она для обоих сторон приемлема и гарантирована. А, Софья, а аккредитивная схема для наших слушателей? Давайте кратенько прям поясним. Смотрите, я можно перебью сразу вот такой момент. Вот еще раз хотел подчеркнуть, что я адвокат, мы сталкиваемся с проблемами, когда к нам приходят проблемы. Проблема с аккредитивом очень простая. Проценты, когда вы начинаете считать? Когда вы получили просто деньги в предприятии или когда положили на аккредитив? На аккредитив проценты не считаются. Понимаете? Вот в этом защищаются права дольщиков. Понимаете? Вот здесь аккредитив, это больше защищается застройщик. Но, тем не менее, для дольщика сохранность его денежных средств гарантируется. При этом большинство застройщиков, ну, по крайней мере, наших партнеров, если применяют аккредитивную схему, например, расходы по этой схеме, да, ну, потому что там существуют определенные расходы, они также возлагают на себя, да, поэтому в данном случае... Ну, все равно за счет покупателя. Ну, подождите, то, что вы расходы, да, на себя, это ваши расходы, это то, что вы недополучите доходы. Давайте мы будем говорить о том, что если какие-то проблемы начинаются между дольщиком и застройщиком, то мы не можем проценты насчитать именно на аккредитив. Понимаете? Вот здесь вот, если говорить о том, что мы защищаем дольщиков, здесь все-таки проценты надо считать. Это первый момент. Я перебью вас, коллеги, объясню, почему. Я очень хорошо знаю, о чем вы говорите, но боюсь, что наши слушатели вообще ничего не поняли. Давайте все-таки по порядку. Кратко. Аккредитив. Это что, Софья? Прямо кратко. Если кратко, то... В двух словах. Во избежание того, что денежные средства выплачены... Ни зачем, а техника. Пришли в суд, я уже заговорила, в банк положили деньги. Стандартная банковская процедура для сделок не обязательно с недвижимостью или не обязательно со строящимся жильем. Когда открывается аккредитив, туда кладутся как фактически в депозитарий на сохранение деньги. И при определенных условиях они перекочевывают на счет застройщика. То есть, грубо говоря, застройщик как банковская ячейка. Он должен предъявить определенный документ, определенный аккредитивом. И только после этого он может эти деньги получить. С одной стороны, у застройщика есть гарантия, потому что уже заплатили, они лежат в банке. Не может просрочивать потом покупать. Подтверждать платежеспособность покупателя. А с другой стороны, он не может их тоже получить, пока он не совершил государственную регистрацию. Мы не нарушили закон. И с другой стороны, мы зарегистрировали соответствующий договор. Теперь у меня, Андрей, к вам вопрос, чтобы вы нашим слушателям рассказали, о каких процентах вы говорите? Ну вот смотрите, допустим, первое число мы положили деньги на аккредитив. Они лежат уже в банке. У покупателя их нет, у продавца тоже их нет. Они лежат на аккредитиве. Соответственно, допустим, прошло несколько месяцев, сделка у нас не проходит. Деньги хотят дольщики вернуть. Соответственно, они проценты, проценты, по каким-то причинам. Ну, допустим, у застройщика не получается регистрация и прочее, прочее. Они проценты эти не получат. Понимаете, о чем я говорю? Ну, они могут взыскать, я так предполагаю, самого застройщика, если по его вине оказался не зарегистрирован этот договор. Это же убытки, которые возникли по его вине. Можно я буквально... Мы говорим о процентах за пользование чужими денежными средствами. Я говорю о той сумме, на которую... Ну, неполученную прибыль можно посчитать, просто по-другому назвать. Это дополнительно. Мы говорим о дополнительных взысканиях, дополнительных взысканиях именно застройщика. А сколько по практике? У нас буквально 10 секунд до новостей. Сколько по практике регистрируется, если все в порядке с документами? Сколько нужно регистрацию договора ДДУ? В Санкт-Петербурге доходит до нескольких месяцев. До нескольких месяцев. Две минуты слушаем новости и возвращаемся в эфир. Итак, я напомню, что обсуждаем мы сегодня тему плюсы и минусы 214 ФЗ. Это закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. У меня в студии находятся эксперты Софья Лебедева, генеральный директор компании МЕИЛ, новостройки и Андрей Комиссаров, адвокат. И мы так бурно-бурно обсуждали, собственно говоря, вопрос, связанный с процентами, а до этого говорили об аккредитиве. То есть немножко напомню нашим слушателям, о чем шла речь. Застройщик не имеет права до государственной регистрации договора долевого участия. Он не имеет права получать деньги. Это по закону, хотя это происходит сплошь и рядом везде. Но мы должны это понимать, что это запрещено напрямую. Соответственно, при этом застройщик тоже хочет быть уверен, что после регистрации этого договора он деньги все-таки получит. А, например, физическое лицо, которое договор зарегистрирует, вовремя их заплатится. Для этого многие застройщики применяют такую схему, как аккредитив, когда до регистрации договора деньги кладутся на аккредитив в банк покупателям, а при предъявлении соответствующих документов, свидетельствующих о том, что договор долевого участия зарегистрирован, застройщик уже может получить их фактически себе. То есть происходит факт оплаты. Вот тот период времени, который деньги находятся в банке, как раз Андрей сейчас говорил нам о том, что на этот период времени нельзя начислить проценты по так называемой 495, да, вы имели в виду статье, если вдруг у нас по какой-то причине сделка не прошла. И вот здесь нас заинтересовал вопрос сроков. Софья сказала, что сколько, 5 дней в Москве регистрируешься, если все в порядке с документами? Они должны быть все в порядке, потому что при заключении договора и открытии аккредитива мы говорим о том, что оформленные земельные отношения, разрешение на строительство, проектная декларация, то есть весь этот пакет, предусмотрен 214, он существует. Здесь речь не о том, что застройщик будет регистрировать или там оформлять разрешительную документацию и регистрировать месяцами, и поэтому будет аккредитив. Речь идет о коротком сроке, да, для того, чтобы... В Москве о коротком, а вот нам Андрей сказал, что в Питере, да, соответственно, в Санкт-Петербурге до скольки, до нескольких месяцев доходят. До нескольких месяцев. А почему? Это по Венере к палате или почему? В связи с чем это? Росреестр говорит о том, что у них нет просто сотрудников, что большой объем работы... Это можно с Росреестром взыскать процент, если вдруг что-то не случилось. Вы знаете, тяжело с государством что-то взыскивать. Согласна, согласна. Тем не менее, у меня, коллеги, к вам еще один вопрос. Можно я еще опять попробую перебить? Я бы хотел обратить ваше внимание на ЖСК, такую форму. Мы, опять же, вот я буду говорить из нашей практики, мы столкнулись с тем, что бывают проблемы между управлением ЖСК и людьми, кто там состоит. Так вот, мы один раз столкнулись с тем, что людей исключили из ЖСК. Как в старые добрые времена. Как в старые добрые времена. Вспоминаю фильм «Гараж» почему-то. И вот именно в восстановлении прав люди добивались порядка года. То есть это еще хороший вариант того, что решение суда вступило в законную силу. Хотя, опять же, понимаете, вот здесь вот, вот здесь вот, одно, один документ, исключение из ЖСК, правомерно, неправомерно, вы добиваться своих прав будете в течение какого-то количества времени. С вашей квартирой и с вашей... Деньгами, опять же, да. Деньгами может случиться все, что угодно. Еще вопрос заключается в том, что, как мы сегодня обсуждали, год назад за условные 100 рублей можно было условную двухкомнатную квартиру купить, а через год это уже условная однокомнатная. Да, я цифры не называю реальной, естественно. Просто понятно, что цены меняются и не только в Москве, а, в принципе, мне кажется, во всех, наверное, субъектах федерации, во всех местностях. Тем не менее, тем не менее, тогда у меня вопрос к вам снова будет. Андрей, скажите, а вот по вашему мнению, какая схема предпочтительна? Чисто 214 или ЖСК? То есть ЖСК, я смотрю, вам так активно не нравится, а Софья, наоборот, говорит, ЖСК хорошая схема. Как нам быть? Понимаем, что имеет право на жизнь, она есть в законе, перечисленная. Я не говорю, что она хорошая, я говорю, что она имеет право на существование и законно. Вы знаете, в своей работе мы обсуждали, сталкивались со многими проблемами. Мы пришли к такому выводу, что самая большая гарантия дольщика – это порядочность руководителя-застройщика, руководителя строительной компании. Вот это вот самая большая гарантия. Где дает сертификат порядочности на руководителя-застройщика, где можно проверить информацию? На самом деле, проекты, которые уже реализованы, говорят сами за себя. Это самая такая визитная карточка, и здесь, в общем, ничего сложного нет. Другое дело, что делать с застройщиками, которые также добропорядочные, оформлены документацией, но они на рынок только вышли, и таких примеров очень много. Вот здесь, конечно, возникает такая тема, как это проверить. Проверить, прежде всего, документы, ну, собственно, опять же, ничего нового. И, конечно, пользоваться услугами юристов и риэлторов, через которые реализуются особенно незнакомые застройщики. Потому что есть нюансы, которые, к сожалению, из документов не всегда видны. Ну и даже, понимаете, на начальной стадии, может быть, по документам все хорошо, по планам все хорошо у застройщика. Но это жизнь, все может меняться. И, соответственно, если уже руководитель строительной компании примет, скажем так, решение каким-то образом удовлетворить все желания дольщиков, это одно. Мы сталкивались с тем, что просто руководители строительной компании говорили, нам этот бизнес неинтересен, и он находил совершенно другую плоскость. И дольщики, дольщики оставлялись сами по себе. Сейчас у нас внесены, ну не прямо сейчас, а уже некоторое время назад внесены изменения в закон о банкротстве, несостоятельности, которые касаются именно застройщиков. И там, честно говоря, головная боль-то огромная в арбитражных судах для тех несчастных людей, которые остались клиентами разорившихся застройщиков, действительно. То есть сначала добиться своих прав, там есть масса нюансов, а потом вместе с этими правами сесть, вместе с этим домом, и что с ним делать? Ну вот у тебя есть права на недостроенную квартиру, его уже надо достроить, откуда деньги уже заплачены и так далее. То есть это отдельный вопрос. Очень простой пример. Есть дома, где мы получали право собственности для дольщиков через суд, там порядка 250 квартир, и в итоге потом все жители этого дома собирали деньги, покупали лифт один, покупали лифт второй, делали схему воды, электричества. То есть просто собирали деньги и уже сами собирали и делали. Это, наверное, докризисный проект. К сожалению, их немало. До кризиса 2008 года как раз те схемы и, скорее всего, признание права собственности было как раз по предварительному договору или договору инвестирования. Вот я могу сказать, поскольку у нас достаточно большой объем реализуемых проектов, и Москва, и Московская область, то есть Московский регион, могу сказать о том, что есть значительные улучшения. Вот за те годы, которые мы прошли весь путь с 2005 по теперь уже почти 2014 год, есть тенденции о том, что у застройщика есть даже выбор. Он, например, начинал реализовывать по схеме ЖСК, то есть по силу каких-то обстоятельств. Переходят, да, то есть переход со схемы ЖСК на схему ДДУ вовсе не потому, что это требование законодательства, а потому что это требование потребителя, и застройщик ориентируется на него, да, потому что это немаловажно. Есть примеры, когда в защиту ЖСК, хотя, например, как для меня, да, как для продавца, да, вот договор долевого участия тоже более понятен, да, потому что я всегда могу объяснить клиенту, какая ответственна застройщика, какая ответственна сдольщика, какие сроки передачи, там, штрафные санкции и так далее. Это все совершенно четко. Основное преимущество договора долевого участия перед ЖСК это то, что конкретно определен срок передачи объекта, да, то, чего мы не можем увидеть или, по крайней мере, потребовать по ЖСК. Но, тем не менее, есть примеры. В одной локации, в одном подмосковном городе, когда застройщик реализует подговор долевого участия и, к сожалению, оказывается в числе банкротов, и есть рядом стоящий объект по схеме ЖСК, который успешно достраивается, люди заселяются. Поэтому здесь все индивидуально, да, если набор, портфель проектов у застройщика существует с разными схемами, они закончены, реализованы, есть форумы, да, там, это уже тоже достаточно открытая информация, то нужно взвешивать риски, потому что строящееся жилье, инвестирование – это всегда риск. Мы никогда не сможем на 100%, даже на 99%, да, прогарантировать. И государство, какие меры бы ни принимало, строящееся жилье – это всегда риск. Расскажите про страхование. Про страхование очень хочу на слове «риск» услышать. Можно я реплику ставлю? Но мы сейчас говорим о форумах, о проверке, застройщиках и прочих, скажем так, необходимых моментов, которые существуют и, возможно, уменьшают риски. Ну, давайте определимся. Обычный человек, он один-два раза в жизни покупает жилье. Что для него главное? Большой метраж – маленькая цена. Поближе к метро. Правильно? Ну, метро еще спорный вопрос, а первые два пункта, по-моему, без спорных. Ну, вот, это самое первое, самое первое. О том, что есть какие-то проблемы там с документами, есть какие-то проблемы на форумах. У нас, в принципе, люди покупают и говорят, да, ну, когда-нибудь достроят, да, сейчас проблема. Но мы покупаем, потому что дешево. У нас нет других денег, мы вот это продали, мы это покупаем. Ну, давайте так вот, честно скажем, кто сначала проверяет, очень маленькое количество людей проверяет весь дом, потому что вот так же вот приходят в строительную компанию, им говорят, покупайте быстрее, платите деньги, иначе у вас… Завтра будет дороже или еще что-то. Завтра будет дороже, осталась последняя квартира, все. Вы знаете, Андрей, я на секунду вас перебью, потому что вспомнила один случай из практики. Вы сказали, что покупают, потому что дешево стоит, или больше денег нет, или а у меня был другой, и даже не проводят проверку. У меня был другой случай, когда человеку очень понравился таунхаус в одном из поселков, там, по одному из шоссе в Москве, очень понравился таунхаус. Он принес мне эти документы, у меня стали волосы на голове шевелиться. Я даже не знала, что можно настолько ужасающие документы вообще увидеть. Это были ни первые, ни вторые, ни десятые. О чем я, естественно, человеку сказал, что там, ну, полная беда, я сейчас не буду озвучивать, но совсем-совсем-совсем тяжело, очень тяжело было с этими документами. Каким образом защищать права этого человека, если вдруг где-то, а там масса вариантов произойдет какой-то сбой, это нужно было очень сильно подумать. И я все это говорю человеку, цена там, ну, да, наверное, пониже чуть-чуть, но тем не менее человек мог позволить себе приобрести что-то другое. И мне клиент говорит, а мне так понравилось, я все равно куплю. И то есть вот эти все наши выкладки юридические, когда прямую говоришь, что это очень рисковое вложение, может быть, достроятся, и дай бог, и слава богу, и если это так, то очень хорошо. А если не достроятся, если завтра у застройщика произойдет какая-то сложность, то как защищать ваши права, где вы возьмете деньги, вообще непонятно, у вас их просто не будет. Вот некоторым людям это тоже не так важно. Случай с практикой, Андрей, перебил у вас. Полностью согласен, потому что когда люди приходят... Подписывают договор, когда они приходят к застройщикам, то в принципе они приходят одни. Им говорят, вот наш договор, у нас все хорошо, вот посмотрите бумаги. Вы можете любому юристу отдать, да что там смотреть. Очень малое количество людей реально смотрит документы. Почему? Потому что, ну, есть вот, я не буду называть название фермы, которая тоже в Санкт-Петербурге реализует таунхаусы. Ну, все очень хорошо, за исключением того, что документы там совсем все плохо. Ну, люди покупают потому, что несколько этажей недвижимости, по цене минимум там маленькая однокомнатная квартира. Ну, опять же, цена. Да, цена. Цена вопроса. Если цена не рыночная, сразу, да, вклинись. То есть все равно мы все живем в рынке, да, может быть, естественно, дешевле на котловане и должно быть, и потому, да, выше риск. И, естественно, при возведении этажей, да, и риск снижается, и документация, между прочим, да, там более понятная становится, чем ближе к воду. Но сразу хочу сказать, что вот московский регион, да, он прошел те стадии, которые сейчас проходят в Санкт-Петербурге или в регионах. Вот могу сказать, опять же, по нашим покупателям, практически. Особенно, когда новый проект выходит, да, вот еще нету этих формов, документации, и висит месяцами, да, когда он уже там покупатель прочитал эту проектную декларацию, выучил наизусть, приходят, задают вопросы практически на каждую сделку или консультацию даже в офисе. У нас выходит юрист. У нас, наш, выходит юрист, и они приводят своих юристов. Это совершенно нормально стало. По крайней мере, московские объекты продаются именно так. Я прошу прощения, коллеги, потому что мы обязательно должны сейчас новость выслушать, после этого вернуться в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему плюсы и минусы 214 ФСЗ, так называемый федеральный закон, с следующим наименованием об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Я специально, умышленно, не до конца его читаю, это название, потому что иначе будет, наверное, сложно воспринять на слух. Тем не менее, обсуждаем сегодня все, что связано с покупкой новостроек, и обсуждаем этот вопрос с экспертами, которые находятся у меня в студии. Это Софья Лебедева, генеральный директор компании МЕИЛЬ новостройки, и Андрей Комиссаров, адвокат. Мы, собственно, много чего уже обсуждали. Мне кажется, сегодня у нас бурные такие обсуждения. Как раз Софья говорила о том, что в любом случае мы находимся в рынке, если очень дешевая сделка, очень дешевое предложение, то нужно, наверное, особое внимание этому, ну, какое-то свое привлечь. И в том числе, вот как раз Софья рассказывала, что сейчас все-таки чаще и чаще становится такого рода, рода сделки или обсуждения условий сделки, проверки документов, когда с двух сторон, со стороны покупателя, со стороны продавца, выходят юристы, в принципе, в Москве и в московском регионе это нормально. А вот Андрей спорит с нами, говорит, что в Питере пока не нормально. Или я неправильно поняла? Нет, я не спорю, я хотел задать Софье вопрос. Скажите, Софья, вот, ну, приходят юристы, адвокаты, специалисты вместе с дольщиком. Скажите, а много вы изменяете свой договор? Или какие-то дополнения? Ну, то, что приходит, это да. Вопрос понятен. Давайте я сразу оговорюсь о том, что у нас риелторская компания. Вот уже первая оговорка. Нет, нет. Мы не изменяем. Нет, но я в этом плане понимаю, что Софья-то не изменяет, потому что она не продает. Да, давайте все-таки расставим точки над «и». Мы риелторская компания, которая на этапе выхода проекта, поскольку мы не просто реализующие компании, да, еще осуществляем проектный консалтик, в том числе юридический, и форма договора, того же договора долевого участия, да, до того, как она подана на регистрацию, с нашей стороны проходит экспертизу, туда вносится естественно, если есть какие-то замечания и параметры. После того, как форма прошла регистрацию, то есть зарегистрирован первый договор долевого участия, вы прекрасно это знаете, все изменения подлежат достаточно проблематично, да, то есть это нужно заявить снова в Росреестр и так далее. Если пришел дольщик, покупатель, увидел в договоре долевого участия, ну, вдруг, да, потому что для меня эта ситуация сильно гипотетическая, потому что, говорю, что много стадий проверки и опыт большой. Тем не менее, если он увидел о том, что там существуют некие отклонения, не дай бог, или какие-то разумные замечания, мы связываемся с застройщиком, обсуждаем, почему такая ситуация вышла, и вносим изменения. Другой вопрос, что это не договор инвестирования или договор купли-продажи, в котором можно на переговорах внести изменения и каждый договор сделать индивидуальным. Договор долевого участия – это некая унифицированная форма для объекта. Не только договор долевого участия, любой договор инвестирования, соинвестирования и прочее, но мы очень редко видели, что под какого-то конкретного дольщика договор изменяется. Есть либо какая-то некая стандартная форма, но давайте так... Это, безусловно, правильно. Если учтены весь объем требований 214-го практики, то, возможно, дольщик и его юрист, к сожалению, просто делают требования, которые в дальнейшем даже могут и ухудшить положение. Потому что если просто хочется поменять местами абзацы, я думаю, что это нелогично, и вносить в Росреестр такие изменения не стоит. Если действительно юрист и дольщик, или он сам усматривает какие-то нюансы, которые могут повлечь затем каким-то образом неисполнение обязательств со стороны застройщика или применение к нему ответственности, то, естественно, это должно быть внесено. И распространится потом на всех последующих дольщиков. А у меня вопрос. Давайте отвлечемся от этого момента. Я услышала то, что говорит Андрей. Я думаю, что наши слушатели, особенно те, кто сталкивались с приобретением новостройок, они тоже сталкивались с тем, что Андрей спросил. Суфи, как ни крути, я понимаю, что к договору до львового участия это сложно отнести, но у нас не только этот договор мы обсуждаем сегодня. Вообще говоря, застройщики, особенно если у них привлекательный объект по той или иной причине, они очень со скрипом, это я мягко говорю, вносят какие-то изменения в договор. Даже если это не ДДУ. О каком договоре тогда идет речь? Дело в том, что мы говорим о том, что ДДУ у нас существует с пятого года по закону, хотя не все сразу начали закон соблюдать. Так, кризисы не работали. Да, по сути, это были, естественно, и предварительные договоры, и инвестиционные, и все что угодно. И в моей практике достаточно редко удавалось нести какие-то изменения, за исключением каких-то очевидных ляпов, скажем, вот совсем очевидные ляпы. Классно, но мы говорим о текущем периоде, те договоры, они уже, скорее всего, трансформировались в собственность. Если взять таунхаусы и загородные недвижимости, там очень много не 214-го, на сегодняшний день много не 214-го. Могу сказать совершенно ответственно, все проекты, которые реализуют мель новостройки, в том числе таунхаусы, они все реализуются по 214-му по договору долевого участия. Вы же не реализуете все проекты в Московской области. Я говорю о том, что если по каким-то причинам реализуется не через риэлтора, по заниженной стоимости, со странными документами, обратите на это внимание. Возможно, этот объект не стоит приобретать, потому что, как правило, застройщик, который дорожит своей репутацией, имеет пул проектов, либо риэлтор точно так же, потому что это тоже самые репутационные риски, идет тщательная экспертиза договора, прежде чем его предложить дольщику. Другой вопрос. Могу рассказать случай из практики, буквально две секунды, который произошел у нас пару месяцев назад. Приобреталась квартира по схеме ЖСХ. Абсолютно законные документы, реализуется уже не первый корпус. К сожалению, человек обладал повышенной тревожностью, внес уже обеспечительные деньги, то есть первый платеж, по схеме ЖСХ, и дальше предположил отказаться от договора, потому что, наслушавшись где-то или начитавших на форуму, что схема ЖСХ незаконна, решил отказаться от приобретения квартиры. Будьте здесь внимательны, если вы приняли решение, и нет никаких оснований для возврата денег со стороны застройщика, будьте аккуратнее, деньги могут не вернуться, потому что в данном случае мы попадаем в правовую плоскость, то есть здесь никакого ущемления прав в данном случае покупателя не происходит. Если боитесь, если какая-то есть опасность... Сначала проверить, а потом платить. Да, взвести все для себя риски. Возможно, устроит более высокая цена, ближе к вводу объекта. Это практически безрисковая покупка, потому что идет вопрос о нескольких месяцах. И главное, что контролирующие органы, опять же, в московском регионе, очень тщательно следят за сроками и за финансированием строительства. Это все тщательно проверяется, есть реестры, и есть открытая информация. Поэтому, возможно, такой путь. У меня вопрос такой, коллеги. Мне хотелось бы этот вопрос тоже обсудить. Осталось у нас буквально 4 минутки, как всегда, времени мало. Тем не менее, защита прав потребителей. Мы обсуждаем сегодня тему, связанную с покупкой объектов недвижимости в многоквартирных домах. Как правило, это все-таки покупка для себя, для того, чтобы жила семья, или для того, чтобы как-то в своих целях распоряжаться или владеть этим имуществом. Можно ли распространить, давайте нашим слушателям расскажем, можно ли распространить закон о защите прав потребителей на те взаимоотношения, которые возникают между застройщиком и покупателем? Ну, если да, то, соответственно, в какой форме, если нет, то почему? Средневая практика говорит, что можно. Что это означает для потребителя? Скажем так, для потребителя это более положительное, скажем так, решение его проблем, более, скажем так, привилегированное решение. То есть, ну, я считаю, тут полностью закон о защите прав потребителей, он играет полную роль, начиная там от процентов, от возмещения и прочее. Ну, давайте кратенько, три минуты буквально, Андрей, очень хочется нашим слушателям сказать, что если вдруг все-таки у слушателей возник какой-то спор, связанный с приобретением недвижимости, то он может, во-первых, пойти в какой суд и может ли? Ну, давайте так вот, есть подсудность. Мы сталкивались с тем, что некоторые застройщики пишут, подсудность Тритейский суд. Есть такое. Кратенько сейчас, кратенько. Мы сталкивались с тем, что Тритейский суд, соответственно, районные суды уже начинают косо смотреть и говорят, у вас подсудность подписана, пожалуйста, идите вот в этот Тритейский суд, который есть. Ну, вот я еще хочу вот момент такой вот сказать, опять же, из практики. Один и тот же суд, один и тот же суд, предмет... Одинаковые иски, один и тот же суд, разные судьи, да? Да, регистрация права собственности. Один судья берет 2000 регистрации собственности, второй судья рассчитывает по рыночной стоимости, третий судья по пибовской стоимости. Вот все считают, что правы. Вот как делать? Да, можно обжаловать. Но обжалование в вышестоящий суд, это какое-то время, там, 3-4 месяца, когда вопрос горит, когда вопрос, скажем так, подстегивается, да, люди идут на нарушение. Ну, вот, опять же, есть определенная практика, определенная практика, но она может меняться. Ну, вот, хочу буквально добавить, да, что в договоре долевого участия, ну, или там, в любом другом договоре, чтобы закон о защите прав потребителей сработал, должна быть определенная фраза, да, что квартира там или объект недвижимости приобретает для личных целей, да, тогда это достаточно легко юристам потом оспаривать. И, безусловно, закон работает, та же штрафные санкции, которые применяются к застройщику, если дольщиками является гражданин, они уплачиваются в двойном размере. Это прежде всего, да, вот, как бы финансовая составляющая. Ну, и, собственно, при такой фразе, что для личных целей, весь закон, да, все его нормы, которые относятся к приобретению недвижимости или прав на нее распространяются по полной мере. Ну, то есть, дополнительно доказывать не нужно. В законе прямо указано, что для личных целей. Да, но обратите просто внимание, да, вот это для наших покупателей, что в договоре того же долевого участия должна быть именно фраза, да, потому что юридические лица или коммерческие организации тоже могут заключать между собой договор долевого участия, но там будет отсутствовать эта фраза, чтобы вам не попалась эта форма. Это как раз об изменении о том, что мы как раз проговаривали, да, что если придет дольщик и попросит включить эту фразу, ее включат. На самом деле у нас буквально одна минута осталась. Я хотела задать еще такой краткий вопрос или просто озвучить нашим слушателям, к Андрею или к Софе. 50-процентный штраф, если мы взыскиваем свои деньги обратно, нам их застройщик не выплачивает. Можем на эти миллионы накрутить? Теоретически, да, практически очень тяжело. Ну вот могу сказать, что у меня не было ни одного... А, нет, одно дело было, по которому не взыскали 50-процентный штраф, по остальным, кстати, суды все-таки взыскивают. Но, тем не менее, для наших слушателей я рекомендую обратить внимание, если уже вдруг какой-то спор возник, лучше, чтобы вообще, конечно, они не возникали, чтобы приобретение недвижимости шло достаточно гладко и лояльно. К сожалению, это не всегда возможно. Но нужно обратить внимание, что можно применять определенные положения, закон о защите прав потребителя, и не только из того закона номер 214 ФЗ, о котором мы сегодня говорили. Итак, я напомню нашим слушателям, что обсуждали мы сегодня плюсы и минусы 214 ФЗ, это ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. У меня в студии был Андрей Комиссаров, адвокат Софи Лебедева, генеральный директор компании МЕИЛ Новостройки. И я напоминаю, что программа «Формула права» выходит каждый четверг в эфире с 11 часов 5 минут. Слушайте нас, возвращайтесь к нам в эфир. Спасибо.